Итак, счет матчевой встречи стал совсем угрожающим для сборной США. 7-1 ведет впереди сборная Олимпийской России. Ну а на ринге Евгений Романов и Девантей Уайлдер США. Мощные, высокие ребята. Ну, высокие это больше относится к американскому боксеру. Действительно, такая фигура несколько баскетболиста может даже, чем боксера. Отсюда и манера ведения боя такая. Все издалека. Ну что ж, а Евгению Романову надо здесь приблизиться, чуть сократить дистанцию, выйти на удобный для удара и попытаться вот всю свою вот эту мощь, которая выведет. Романову, здесь надо быть Петербеевым. Петербеевым. Вот хорошо. Вот хорошо. Ушел от левой руки, тут же встретил. Вот хорошо. И тут же, вернее, контратаковал. Значит, главное прочувствовать переднюю руку американца. Переднюю, чтобы он не доставал. Если американец не будет Романова доставать передней рукой, тогда все у него пойдет зладко. Ну что ж, американец действительно первый номер своей сборной. Он победитель отборочного турнира к Олимпиаде. Он чемпион США 2007 года. Чемпион турнира «Золотые перчатки» 2007 года. То есть сильнее тяжеловеса сборной США и вообще в Америке сейчас нет. Тем интереснее будет наблюдать за действиями нашего боксера. Американец стал доставать переднюю руку. О чем мы говорили левой рукой. Значит, Романову нужно, если бы он уходил от этой руки, он перестал ее чувствовать. Поначалу было четко, понятно и ясно. Он чувствует эту левую руку, от нее уходит. И после этого может зацепиться за американца. Американец бьет далеко. Бьет далеко. Романова оттягивается. Может быть, сделать движение в сторону и после контратаковать. Ну да, мы с интересом наблюдаем за Романовым. Но надо сказать, что в Пекин на Олимпиаду в этой весовой категории в тяжелом весе у нас поедет Тимур Зиев. Великолепный боксер, который, к сожалению, заболел и не смог подняться здесь на Рим. Поддерживают Евгения Романова, но тем не менее пока он в два очка проигрывает. Нет, Тимур Зиев поедет в следующей весовой категории. К Тимур Зиев в этой весовой категории приедет Чехкиев. Итак, нам показывают Вайлдера, Дмитрия Вайлдера. Как я уже говорил, он завоевал олимпийскую путевку, он поедет. Высокий боксер, да, и вот пока он демонстрирует, что не зря на него надеются тренеры американской сборной. Несмотря на высокий рост, довольно гибкий пластичный боксер. И левая рука у него далеко, он бросает левую руку. Романов поначалу приспособился и уходит, и защищается от этой левой руки. Вот в последние секунды этого раунда американец опять стал попадать. И Романов никак не может убрать голову или сделать чак назад. Итак, второй раунд. Романову надо быть внимательным, при этом, конечно, суметь подобраться поближе к сопернику. Вот, вот, вот. Мощь у него есть, удары хорошие. Но тяжело, тяжело, хоть атака была, в общем-то, успешной. Один удар судьи ему засчитали. Не оставаться, потому что, да, достает, конечно. Знаете, здесь вот момент, просто борьба нервов. Вот он подкрадывается, Роман, смотрите, подкрадывается, подкрадывается. Сейчас увидит удар соперника, уйдет и после этого контр-атакует или подхватит соперника. После промаха американца Романа может всегда подхватить. Внимательнее, внимательнее надо быть. Ну, зачем вот такие прямые пропускать-то? Левая рука проходит, к сожалению. Левая рука уйдет попадает. Вот вся беда Романова. Нужно четко и, самое главное, опасаться этой руки, потому что эта рука у американца, она разбивает все атаки или весь замысел Романова. Ну и просто она у него гораздо длиннее. Тут надо либо корпусом делать то, что мы называли маятником, либо очень четко отходить назад, в сторону. Вот он отходит назад при помощи движения ногами. И не всегда это получается четко и точно. Вот на встречу попал. Ну вот теперь оба попали. Ну справа. Неплохо, неплохо. Еще раз скажем, что Валдер все-таки победитель турнира отборочного. Женя, ну справа, уйди по две. Вот справа, вот о чем мы говорили, а? Здорово. Да. Здоровый судья открывает счет. Как прочувствовали. То есть на встрече, вот именно уйти немножко вправо корпусом и на встрече. Мистер, у меня полное впечатление, что у вас какая-то, если не радио, то телепатическая связь с нашими боксерами. Только вы начинаете говорить какие-то точные, конкретные замечания, и они тут же их исполняют. А это легко, потому что видно, что хочет сделать боксер. Мы же с вами прекрасно видим. Он хотел немножко так в сторону ударить на встречу вправо. Мы это заметили с вами, увидели, зафиксировали, он так и сделал. Все, хороший, очень хороший раунд провел наш боксер. Давайте посмотрим повтор. В 2004 году серебряный призер чемпионатов России 2005 и 2006 годов Евгений Натальевна. Россия! И вот на встречу здорово. Ну, он еще и чувствительный, несмотря на то, что соперник выше его ростом. Как мы говорим, руки не бывают длиннее и короче. Это была правильность удара. То есть разворот плеча, ноги, удар бывает длиннее. Или не такой длинный бывает удар. И поэтому сложно боксировать с американцем, потому что он бьет далеко. Вот в этой плоскости Романов его не перечувствует. Он дальше бьет. Поэтому надо голову немножко в сторону уводить. Он увел голову в сторону и после этого на контрастанте... Да, заставил американца промахнуться и тут же ударил. И ударил справа. А вот сейчас американец боится бить слева, потому что удары идут на встречу справа. То есть такое ощущение, что американец побаивается бить слева. Уже побаивается. Потому что Романов его ловит на этом. Вот еще раз. И снова рефери открывает счет. Да, не повезло команде среднего штата. Такой же прием. Ничего менять не надо. Попадешь еще раз. Вот так. Вот так. Опережает. Явно опережает. Виктор, это второй номер нашей сборной. А что говорить о первом? Что говорить о первом? И так вот здорово расправляется сейчас с соперником, который завоевал право поехать на Олимпийский игр. Отлично поймал, раскусил, перечувствовал с левой руки. Вы знаете, самое приятное. Он правильно стал все выполнять. Он не стал бить на встречу. Он не стал высчитывать сантиметры. Он стал уходить в сторону. Вот так. Вот этот удар уже был очень чувствительный. Второй, боковой. И американец тут уже поплыл. Вот сейчас будет последний решающий удар. А, это до этого еще эпизод, когда судья сделал замечание американскому боксеру, чтобы шнуровкой не бил. И вот сейчас повтор давайте смотреть. Раз. Два. До встречи. Еще третий удар. И все кончено. Судья не стоит реагировать. Великолепная, яркая победа. И мне нравится реакция зала. Да, люди понимают, что не зря они пришли. Великолепный бокс, они сегодня смотрят. И мы с вами, уважаемые телезрители. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok